Принятым Борисом Николаевичем решением сегодня, это было утром, он довел его до нас, он простился с нами, все было, на мой взгляд, очень трогательно, и хотя головой, конечно, понимаешь, что президент руководствовался судьбой страны, прежде всего, и принял решение, и сказал о том, что судьбу страны должны определять молодые политики, но, вы знаете, пропуская это через сердце, все-таки многих из нас не покидало такое ощущение, что мы расстаемся с чем-то очень таким главным и серьезным для нас, он нас всех воспитал, поставил, сделал нас теми, кто есть, поэтому, конечно, чувства захлестывают, у многих на глазах были слезы, я думаю, это нормальные человеческие эмоции, которые мы сегодня испытали. Ну что ж, президент принял решение, я думаю, это не обсуждается. И вот только что мы получили еще сообщение агентства Интерфакс. Владимир Путин, который с 12 часов дня исполняет обязанности президента России, заявил, что он временно оставит за собой и пост премьер-министра до досрочных президентских выборов, которые, напомню, очевидно, могут быть назначены на 26 марта. И на этом наш выпуск новостей, который весь был посвящен, естественно, последним беспрецедентным событиям на российской политической сцене, завершается. В связи с отставкой президента мы ломаем нашу программу на сегодня. О том, когда и какие передачи будут выходить в эфир на нашем канале, мы будем сообщать в течение дня. Ну а следующий выпуск новостей, очевидно, выйдет в 16.00 по московскому времени. До свидания. На канале НТВ новости в студии Марьяна Максимовская. Итак, накануне Нового года главная новость – это досрочная отставка президента России Бориса Ельцина. Борис Ельцин сегодня в полдень досрочно сложил себя полномочий главы государства. Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. Новые досрочные президентские выборы должны состояться в марте. И сегодня Борис Ельцин уже передал Путину символы президентской власти. Прежде всего, так называемый ядерный чемоданчик. Решение Бориса Ельцина, объявленное накануне Нового года, стало и главной мировой новостью. Итак, сегодня завершилась эпоха президента Ельцина. За день до 2000 года Ельцин передает президентские полномочия Владимиру Путину до досрочных выборов. Обращение президента было передано сегодня ровно в полдень. И вот, как он объясняет свое решение. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Я сам в это верил. Одним рывком не получилось. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев, в соответствии, опять же, с Конституцией, общаясь, я хочу сказать каждому из вас. Будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. А теперь о том, как проходила передача президентских полномочий и о том, что предшествовало отставке Бориса Ельцина. Об этом Евгений Ревенко. Борис Ельцин произнес свой последний тост в качестве президента. Согласно Конституции, после заявления об отставке, к исполнению обязанностей главы государства приступает премьер. В данном случае Владимир Путин. Через три месяца до срочной выборы. Решение уйти в отставку Борис Ельцин принял еще вчера вечером. К утру сегодняшнего дня, уже после записанного обращения президента, в Кремль были вновь вызваны телекамеры. Предстояло переписывать текст. Неизвестно, то ли до этого, то ли после, Борис Ельцин собрал у себя членов Совета Безопасности, премьера и всех силовиков. Исполнив все формальности, президент передал Путину ядерный чемоданчик, современный символ президентской власти. Контроль над ядерными силами страны теперь в руках премьера. Прежде чем покинуть свой кабинет, Борис Ельцин еще о чем-то переговаривается с патриархом Алексеем Вторым и Владимиром Путиным. В довершение ко всему, Борис Ельцин прямо сказал, что с сегодняшнего дня премьер может чувствовать себя здесь настоящим хозяином. Причем Путину. Новогоднее пожелание. Не расслабляйтесь. И уехал из Кремля. Вряд ли Новый год самый удобный в борьбе за власть и сохранение преемственности. Президент уже не мог полноценно исполнять свои обязанности. Последняя зарубежная поездка в Китай. Визит висит под вопросом. Однако Борис Ельцин превозмогает себя и прилетает в Пекин. И здесь он еще раз подтверждает свою непредсказуемость. Каждая его импровизация ставит под удар государство, которым этот президент управляет. Клинтон позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия. Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Он об этом забыл. Поэтому решил поиграть мускулами, как говорят. Я хочу сказать через вас, Клинтону, пусть он не забывается. Окружение уже не справляется и не может контролировать президента. Почти каждый приезд Бориса Ельцина в свой рабочий кабинет в Кремль становится событием. Вопреки рекомендациям врачей и советам сотрудников администрации. Помогли выборы в Думу. Победа проправительственного блока вселила уверенность, что уж теперь преемственности гарантии первому лидеру Новой России будут обеспечены. Следующим президентом, как считает Кремль, должен быть Владимир Путин. Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Путин подписал указ о том, что с полудня он приступает к временному исполнению обязанностей президента России. Стало известно, что Владимир Путин до выборов сохранит за собой и должность премьера. Путин сегодня провел в Доме правительства внеочередное заседание кабинета министров. И, судя по тому, как выглядели министры, для них, как и для всех граждан, такое сенсационное решение Ельцин также стало полной неожиданностью. И Путин сделал на заседании ряд заявлений. Я попросил вас собраться ненадолго, для того, чтобы сказать, что в нашей с вами деятельности ничего не должно измениться, кроме того, что мы должны более напряженно работать. Почему? Потому что предвыборная кампания президентская, о которой мы говорили раньше, как об июньской кампании, выборы президента, как вы знаете, должны были состояться 4 июня, в соответствии с законом выборы придут раньше, через 3 месяца. Это накладывает на правительство дополнительную нагрузку. Какую нагрузку? Вот сразу бы хотел об этом сказать. Очень прошу, правительство не должно втягиваться ни в какие политические кампании. У правительства есть только одна задача – обеспечивать экономический рост и социальное благосостояние народа. Вот социальные и экономические проблемы – первостепенная задача правительства. Час назад в Кремле началось заседание Совета Безопасности России. Сейчас первые подробности об этом мы узнаем в прямом эфире от нашего обозревателя Владимира Кондратьева. Здравствуйте, Владимир, и так вам слово. Здравствуйте, Марьяна. Ну, пожалуй, впервые Путин без Ельцина проводит не совещание Совета Безопасности, а заседание, хотя он является только исполняющим обязанности президента. Пока разница между совещанием и заседанием, заседание может проводить только человек, облеченный президентскими полномочиями или исполняющий обязанности. Путин сегодня провел так называемое расширенное заседание Совета Безопасности. Это значит, что кроме постоянных членов и членов Совета Безопасности, здесь приняли участие его заместители по правительству, Аксененко, Христенко, все ключевые министры, силовики, ФСБ, службы внешней разведки. Не было, пожалуй, только Егора Строева, для которого, наверное, это было известно неожиданно. И он уехал накануне в Орел, но Селезнев здесь был. И Путин обратился с речью к присутствующим. Он подтвердил то, что его новая власть будет продолжать преемственность, то есть фактически продолжать тот курс, который проводился и по президенту Ельцина. Это самое главное сейчас для Запада. Путин как бы дает сигнал Западу, что он свою политику будет продолжать в том курсе, в том духе, который присутствовал до сих пор. И Путин сказал, что внешнеполитический курс не претерпит изменений. Он сказал, что Россия будет стремиться к многополярному миру. Это очень важное заявление. То есть, по сути, Россия заявляет о продолжении своего курса на подкрепление своей государственности. Он сказал, что имеет в виду, что должна проводиться реформа вооруженных сил с учетом на социальный аспект этой реформы. Полная преемственность власти означает также по Путину, что он обратился к силовикам, к силовым министрам с просьбой продолжать исполнение своих обязанностей. Это тоже очень важно. Все силовики теперь подчинены непосредственно Путину. И пока они остаются на своих постах. По нашим данным, официально можно сказать, поскольку мы связывались с пресс-секретарем Путина, Путин уже фактически решил вопрос о главе президентской администрации. Им остается Александр Волошин. И это тоже говорит о преемственности курса, который проводил президент Ельцин. Путин также говорил о проблеме 2000 на этом Совете Безопасности на заседании. И он специально обратился к присутствующему Селезневу, председателю уже ушедшей, но фактически еще исполняющей формально обязанности до 18 января, когда будет следующее заседание Госдумы, Селезневу и Геннадию Селезневу. И обратился к нему фактически с призывом или, как хотите, своим пониманием, что должна быть консолидация Думы. В этом свете предстают совершенно четко те слова, которые сказал Путин на своей предпоследней встрече с президентом. В Кремле я там присутствовал. Он сказал, что правительство сейчас имело бы возможность употребить силу, свои сильные позиции в Думе, но этого делать не хочет. Путин сказал тогда, что нам еще потребуются эти голоса Думы. То есть Путин сейчас показывает, что он хочет проводить курс не на конфронтацию в Государственной Думе, а на сплочение всех политических сил, представленных в Государственной Думе. Марьяна. Да, Владимир, я благодарю вас за информацию. Сейчас у нас в прямом эфире из нашей студии на Красной площади был наш обозреватель Владимир Кондратьев, который сообщил о ходе заседания Совета Безопасности, который проводит исполняющие обязанности президента Владимир Путин. А сейчас у нас также на прямой линии связи из Моздока, где находится штаб российской группировки на Северном Кавказе, наш военный корреспондент Алексей Веселовский. Здравствуйте, Алексей. Скажите, как-то комментируют российские военные известия об отставке президента Ельцина и назначении исполняющим обязанности президента Путина? Здравствуйте, Марьяна. Официально никаких комментариев не было сделано. То есть перед журналистом разнования отходит на второй план. Впрочем, именно такое развитие событий некоторые политики считают блестящим ходом Ельцина. Огромное количество людей поддерживает политику Путина. Путин только что блестяще провел парламентские выборы. Нет, не знал. Сегодня мне утром позвонили и попросили от имени Бориса Николаевича прибыть в Кремль. Я сказал, что у меня освящение, малое освящение соборного храма. Ну, меня спросили, сколько займет времени, пока я приеду. Я сказал, полчаса. Я был в Кремле. И в моем присутствии был вручен указ. И сразу же после получения указа Владимир Владимирович взял благословение. Я об этом не знал. И я думаю, никто не знал до сегодняшнего дня. Я, так же, как и многие другие, узнал о принятом Борису Николаевичу решении сегодня. Это было утром. Он довел. И чем раньше, тем лучше. Лучше бы они прошли в январе. Нам нельзя затягивать. Зачем три месяца ждать? Если Ельцин дал такой подарок, то зачем? Мы должны были ждать шесть месяцев. То сейчас три месяца. Можно сократить до месяца, до полутора месяца. А самарский губернатор Константин Китов сказал, что и он, возможно, тоже будет участвовать в выборах. Евгений Матонин, телекомпания НТВ. Главы регионов также комментируют новогодний сюрприз президента. Многие называют решение Ельцин мужественным поступком и рассуждают о президентских перспективах Путина. Это мужественный шаг Бориса Николаевича. И надо отдать должное, что на протяжении всего президентства Борис Николаевич осуществлял вот такие поступки, которые как бы были непредсказуемы. На сегодняшний день он твердо, четко определился, нашел преемника. Надо отдать должное, что Владимир Владимирович Путин взял на себя большую нагрузку, ответственность за состояние дел в России, за наведение порядка на Кавказе и твердо и четко выполняет эту задачу. Ну, я бы считал и вообще считаю, что это действительно мудрый, стратегически выверенный поступок нашего президента. Именно поступок сильного человека. Дело в том, что вот политическая жизнь, перспективы политической жизни России, они сегодня во многом будут определяться вот этим событием, предстоящими через три месяца президентскими выборами. Президент поступил очень логично. Он много раз говорил о том, что Владимир Владимирович Путин это его преемник. Я, в свою очередь, много раз говорил, что президента никто не в состоянии и не способен силой уйти в отставку. Поэтому, видимо, взвесив ситуацию и проведя анализ минувших выборов в Государственную Думу, президент сделал для себя единственно правильное решение. Ельцина через час после первого сообщения. В это время в Вашингтоне было пять часов утра. А около получаса назад было распространено официальное заявление Белого Дома. Билл Клинтон приветствовал решение российского президента уйти в отставку. По словам американского лидера, главным достижением Ельцина стало разрушение коммунистической системы и строительство новых демократических институтов власти. Билл Клинтон также добавил, что готов работать с Владимиром Путиным, назначенным исполняющим обязанности президента России. Президент Франции Жак Ширак направил личное послание на имя Бориса Ельцина. По словам французского лидера, под руководством Ельцина Россия заняла выдающееся место в мире. Ширак также отметил заслуги российского президента в упрочении демократии, проведении политических и экономических реформ. А сейчас у нас в прямом эфире из Берлина наш собственный корреспондент Дмитрий Погоржельский. Здравствуйте, Дмитрий. Есть ли уже какие-то официальные комментарии немецких властей новой политической ситуации в России? Добрый день, Марьяна. Да, реакция поступила буквально за несколько минут до нашего прямого включения. Мы получили официальное заявление канцлера Шрёдера. Он сам уехал встречать Новый год к себе на родину в Ганновер. Но, повторяю, буквально за несколько минут такое вот небольшое сообщение официальное мы получили. Вот что в нем говорится. Шрёдер с большим уважением относится к решению Ельцина и высоко оценивает его заслуги. Заслуги в том, что российский президент вывел страну из советского прошлого и политически открывал страну. Ельцин показал себя как надежный партнер и друг Германии в решающие для нашей страны годы. Это цитата из заявления Шрёдера. Естественно, канцлер подчеркивает, что Владимир Путин стоит перед сложными решениями. И здесь, прежде всего, речь идет о том, что Германия ожидает быстрого завершения войны в Чечне. Именно этот критический фактор грозит все больше осложнить отношения России с Германией, да и со всем миром. Канцлер вместе с тем выражает надежду, что временно исполняющий обязанности президента Путин продвинет вперед политические и, прежде всего, экономические реформы в России. В этом, дословно, на поддержку Германии, в этом он может рассчитывать. И последние слова этого заявления федерального канцлера говорят о том, что, видимо, в ближайшее время в Берлине должна состояться встреча Владимира Путина и канцлера Шрёдера. Есть еще заявления и других политических лидеров. Они все, политических лидеров разных партий, они все в той или иной степени перекликаются с этим заявлением Шрёдера. И, очевидно, все-таки эта реакция, которая заставилась ожидать в течение почти трех-четырех часов, свидетельствует о том, что Шрёдер, во всяком случае, советовался со своими европейскими коллегами и с Биллом Клинтоном. Ну что ж, Дмитрий, я благодарю вас. У нас в прямом эфире из Берлина был наш собственный корреспондент Дмитрий Погоржельский. Западные лидеры вносят коррективы даже в текст своих традиционных новогодних поздравлений, срочно внося туда пункт о последних сенсационных событиях в российской политике. Уход Ельцина называется одним из важнейших событий. И сейчас еще сообщение из Лондона о комментариях британских властей. Оттуда передает наш корреспондент Андрей Черкасов. Надо сказать, что своим сообщением об отставке Борис Ельцин удивил многих в Великобритании. Момент выбора неожиданный, когда все политики страны и большинство советологов, ученых, занимающихся Россией, разъехались на новогодние каникулы. Реакция первых часов на сообщение из Москвы, как и всегда, происходит в таких ситуациях, была очень сдержанной. Тем не менее, канцелярия премьер-министра Великобритании Энтони Блэйра распространила заявление, в котором глава правительства поблагодарил Бориса Ельцина за совместную работу в рамках Большой Восьмерки и других международных организаций. Он отметил, что Ельцин сыграл ключевую роль в истории России, в ее переходе от коммунистического режима к обществу демократическому. Из первых комментариев экспертов и журналистов, уход Ельцина вполне объясним. Понятно, что называется несколько причин. Здоровье, усталость, непопулярность самого Ельцина и, безусловно, популярность его преемника Владимира Путина. Но, безусловно, Ельцин подтвердил свою репутацию непредсказуемого политика. И сейчас Запад должен думать, что дальше, как строить свою политику с Россией. Запад понимает, что расчет Кремля направлен на победу Путина на досрочных выборах в марте. Можно сказать, Британия и другие европейские страны волнует эта кандидатура. Во-первых, Путина здесь мало знают. У него пока сложилась репутация человека скрытного, редко улыбающегося, и политика, которая вчерпит ухо, слушает позицию Запада, особенно в вопросе Чечни. С Ельциным было проще. Во всяком случае, он всегда ассоциировался с лидером, проводимым демократические реформы в России. Конечно, были шероховатости, громкие угрозы, но все понимали, что это только слова, а наиболее жесткие заявления сводились на нет дипломатами. В то же время во главе Британии сейчас стоит молодой руководитель. Тони Блэйр и Владимир Путин практически ровесники. У них есть что-то общее, скорее всего, жесткость, с которой решаются государственные вопросы. Примечательно, что после парламентских выборов, где проправительственный блок единства набрал много голосов, Блэйр был первым западным политиком, позвонившим Путину с поздравлениями. Это хороший жест. Британия постарается найти язык с новым исполняющим обязанности президента. Блэйр это особо отметил в своем заявлении. И, безусловно, страна будет работать с законом президента после выборов, кем бы он ни был. Андрей Черкасов, НТВ, Лондон. И вот еще комментарий одного из лидеров государств стран СНГ. Президент Украины Леонид Кучма расценивает заявление президента Ельцина о своей отставке как мужественный и последовательный шаг человека, который беспокоится за будущее своей страны. Кучма отмечает, что вся история современных украинно-российских отношений связана с именем Бориса Ельцина. И также власти на Украине говорят, что уверены, что Владимир Путин на посту исполняющего обязанности президента России будет развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Сегодня имеем факт досрочного прекращения полномочий президента Российской Федерации. Объяснение причин сделано самим Борисом Николаевичем. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о выборах президента Российской Федерации, который сегодня подписан президентом России, и который обязательно должен быть опубликован в ближайшее время официально, в частности Российской газеты, тогда он вступит в силу, предусматривается, что выборы назначаются только Советом Федерации. И должны назначаться не позднее, чем через 14 дней после 31 декабря. То есть не позднее, чем 14 января 2000 года. Дата этих выборов определена новым законом 26 марта. А теперь заявление главы РАУ ЕС Анатолия Чубайса. Он называет решение Бориса Ельцина об отставке гениальным. Я бы расценил это решение Бориса Николаевича очень коротко, гениальное решение. Поразительно точное, поразительно глубокое и поразительно мужественное, кроме всего прочего. Кроме исторического значения, а Ельцина это безусловно фигура абсолютно исторического масштаба. Мне кажется, что наконец вот теперь, когда он ушел в отставку, может быть, до многих это дойдет. Решение в личностном плане для Бориса Николаевича, я думаю, очень непростое. Очень непростое. Если бы вы меня спросили какое-то время назад, я бы, пожалуй, не взялся предсказать то решение, которое принято сегодня президентом. По масштабу влияния на события в России, да и не только в России, абсолютно без прецедента. Абсолютно без прецедента. Именно сегодня, 31 декабря 1999 года, последний день уходящего года, века, тысячелетия. Я думаю, что это означает, что в будущем тысячелетии, да и, по крайней мере, в первых четырех годах этого тысячелетия, всем здравым, глубоким, серьезным и ответственным силам России, политическим силам России, из рук Бориса Николаевича Ельцина передан такой импульс, такой потенциал, который мы просто обязаны реализовать так, чтобы Россия превратилась в процветающую страну. Вряд ли я кого-то удивлю, если скажу, что, повторю то, что как-то уже говорил, что нет ни одного кандидата сопоставимого с Владимиром Владимировичем Путиным, ну а сегодня это звучит уже просто как абсолютно очевидная банальная мысль. Вы смотрите общественное российское телевидение. С вами Жанна Агалакова. Здравствуйте. Сегодня Борис Ельцин в своем телевизионном обращении к россиянам объявил о том, что уходит в отставку. В этом обращении он заявил, что обязанности президента России до президентских выборов временно возлагаются на премьер-министра Владимира Путина. В Кремле состоялась передача дела Бориса Ельцина к Владимиру Путину, в том числе в подчинении Путину передана система управления ядерным оружием, так называемый ядерный чемоданчик. На заседании Совета Безопасности Владимир Путин подтвердил преемственность внешней политики России и намерение продолжать укреплять вооруженные силы страны. Путин призвал Генпрокуратуру усилить контроль за всеми сферами деятельности общества. Дата проведения досрочных президентских выборов, очевидно, будет объявлена 5 января на экстренном заседании Совета Федерации. Они должны состояться в течение трех месяцев. Глава цикл Александр Вишняков сказал... Как он попросил сегодня прощения у россиян за то, что не сумел выполнить их надежды. Все, наверное, обратили внимание, кто смотрел это телеобращение, что Борис Ельцин даже обронил слезу. Эффектно появившись на танке в августе 1991-го, Ельцин подтвердил сегодня свою репутацию непредсказуемого политика, склонного к демонстративным жестам и шагам, извинившись перед своим народом, попытавшись именно таким образом остаться в истории. Неудивительно, что Ельцин заявил о своей досрочной отставке в последний день 1999-го года, указав на магический смысл этого дня. Подробнее об обстоятельствах ухода Ельцина, о механизме передачи власти расскажет наш корреспондент Алим Юсупов. «Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходят новые поколения, поколения тех, кто может сделать больше и лучше». В то, что это когда-нибудь, наконец, произойдет, в глубине души сомневался почти каждый. Парадоксально, но вопреки всем прагматическим доводам, обещаниям самого Ельцина уйти, назначению даты президентских выборов, наконец, тому, что президент не вечен, поскольку он всего лишь человек, вопреки всему этому нерациональным образом, Ельцин и власть в сознании россиян неразделимы. Исторические кадры, символ власти, ядерный чемоданчик, переходят в другие руки. Последний взгляд на рабочий кабинет, в котором теперь должен обосноваться другой, исполняющий обязанности президента Владимир Путин. «Что это будет?» «Сейчас. Может, кабинет?» «Не могу. Передача своих полномочий главе правительства. Второй декрет о возвращении всей полноты власти ждал Бориса Ельцина в соседней с операционной комнате. Первое, что услышали врачи и близки, когда главный российский пациент очнулся от наркоза, был его еще слабый после тяжелой операции «Голос». Ельцин потребовал указ. Сегодня первый российский президент сказал то, чему при других обстоятельствах никто бы не поверил. Он заявил, что ему не нужна власть. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. Сегодня он заставил в это поверить. Эти 8 лет наверняка назовут эпохой Ельцина. Символами этой эпохи, возможно, станут несколько кадров. Ельцин на БТРе у Белого дома в 1991 году. Начало восхождения и новые надежды. Горящий Белый дом расстрелян и по приказу Ельцина. Если власть удостается мирно, то удерживается порой кровью. Ельцин управляет оркестром в Берлине на церемонии вывода войск из Германии. За президента краснеет вся страна. Разрушенный Грозный. Десятки тысяч жертв среди мирного населения и Ельцин подписывающий указанный...